Я сегодня без камеры, поэтому буду все-таки больше демонстрировать экран. Коллеги, чем мы с вами занимались на нашем прошлом занятии, на вчерашней встрече? Мы с вами поговорили о клиентской базе, почему это важно, почему это нужно. Я вам даже показал, что из себя представляет СРМ. Это возможность хранить оккультуренную клиентскую базу с правильными подтвержденными контактами, хранить всю информацию о клиенте в том, что называется карточка клиента, ставить по клиенту задачи, что угодно. Самое главное, по этим клиентам можно будет в дальнейшем делать рассылки, приглашать их на какие-то ваши мероприятия, оповещать их о скидках, акциях и так далее. И если мы говорим о каком-то серьезном коллективе, то есть где вы хотите понять, как у вас работает ваш бизнес, то у СРМ есть, конечно, мега вещь, это то, что называются отчеты. Вот здесь вообще можно узнать все, сколько у вас было звонков, кому вы звонили, кто вам звонил, какое количество людей вы передали в работу и так далее. Это возможность именно цифровать бизнес и понять, кто, где, сколько, почему нет клиентов, почему именно столько людей ходит в офис и так далее. Это очень хороший инструмент. Вот мы сейчас его все-таки опять активно начали внедрять, во всяком случае, у нас в Воронежском офисе. Вот. Я, возможно, вчера спрашивал, но сейчас еще раз повторюсь. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь с уверенностью может сказать, что вот акция, которая у нас сейчас идут в компании, об этих мега-скидках знают все ваши люди? Кто может сказать, что да, знают? Ну, все и не могут знать, что да. Ну, знают очень много. Что значит не могут все знать? Как это такого быть? Такого в принципе… Ну, многие телефоны поменяли. Ну, вот я говорю, эта проблема-то в чем? То есть вроде бы у вас база клиентская-то есть, понимаете, но ее как бы нет. Это тот пример, который я вам приводил. Пять тысяч людей вроде числится, да, а вышло на выходе в сухом остатке тысячи, понимаете? То есть можно четко сказать, что ваши люди не получают с вероятностью 100% хотя бы информационную рассылку. И говорить о том, что мы своих людей оповещаем, о том, что у нас происходит, это будет неверно, понимаете? То есть мы как бы живем своей жизнью, там каким-то бизнесом своим занимаемся, да, а люди как-то урывками какими-то получают от нас информацию. Поэтому, народ, возможно, вы никогда не задавали себе вот такой вопрос, а где мои клиенты, почему у меня не так много продаж, да? Ну, тогда просто ответьте себе на вопрос, а вы все ваши люди. Вы можете ему прямо взять, позвонить и с точностью уверенностью сказать, что он возьмет трубку, что он не умер, не поменял номер и так далее? То есть если вы на этот вопрос не можете сказать, что нет, у меня, скорее всего, не все номера верны, то можно честно говорить, что у вас нет клиентской базы. Ну, реально нет. То есть вы свой золотой, скажем так, ресурс, вы его просто как-то разбазариваете и растрачиваете. То есть займитесь клиентской базой. Поставьте себе задачу постоянно работать со своими клиентами, да, и получать хотя бы от них какую-то обратную информацию, да. Мы начали с вами на прошлом занятии говорить, на прошлой встрече говорить о чат-ботах. Чат-бот – это крутейшая возможность общаться с вашей клиентской базой, вести с ними какие-то разговоры, диалоги, устраивать с ними опросы. Ну, то есть общаться с вашей клиентской базой. Причем, в чем принципиальное отличие чат-ботов? Они принципиально по-другому собирают контакты. Вот если мы говорим о людях, которые к нам приходят в офис, да, ну, то есть у нас, например, СРМка собирает именно людей, которые к нам ногами приходят в офис, потому что это именно люди, как говорится, с земли. Ну, потому что других сейчас, ну, во всяком случае, до недавнего времени, возможности продавать продукцию у нас нет. Сейчас будем активно развивать интернет-магазин, в нашу СРМ-базу будут попадать люди, которые у нас покупают и через интернет. Вот, но если мы говорим о бизнесе, который изначально был ориентирован на интернет-пространство, то собирать контакты людей в вашу клиентскую базу сейчас удобнее и проще вот с помощью этих замечательных чат-ботов. Почему? Потому что посмотрите, как чат-бот собирает контакты. Вот даже если мы говорим о сборе контактов классических, например, имя и номер телефона, то есть заполнение вот этой вот формы, да, обратной связи, которая у нас висит на сайте том же самом, как вы считаете, это всегда удобно для клиентов? Или не очень удобно? По-моему, удобно. Ну, смелее, народ, это был вопрос. Ну, кому как. У всех как бы разные позиции. Мы же не можем... Если они понимают, наверное, для чего им это, если они еще зашли и не понимают, для чего им эта консультация, то она им в принципе... Ну, это да. То есть если вы не смогли вот понятно объяснить, ради чего человеку заполнять эту форму, понимаете, это уже тоже вопрос. То есть что это такое, понимаете, как с этим работать и для чего ее заполнять. Но тут несколько по-другому я хотел вопрос поставить. Смотрите, то есть сейчас вообще-то люди все очень ленивые стали, и в интернете основной принцип, чем проще, тем лучше. Поэтому если вам нужно напечатать и заполнить вот это поле, впечатать сюда буквы, да, потом сюда еще бить номер телефона, вы же прекрасно понимаете, что все мы люди, да, вы могли какой-то в одной буковке ошибиться. И опять же, что мы получаем? Мы получаем у человека неверный контакт. Это вот тот пример, о котором я говорю. Когда человек приходит в офис и заполняет какой-то листочек, ну, вот это электронный листочек, да, там он бумажный листочек с анкеты заполняет, всегда есть вероятность того, что вы совершите ошибку в вводе контактных данных. И тогда у вас будет та ситуация, как у вас сейчас у многих. То есть вроде есть имя, есть телефон, но прозвонить его не может. Из контакта этого не существует. То есть большая вероятность того, что человеческий фактор же работает, при вводе этих данных, всегда можно ошибиться. Посмотрите, как работают чат-боты. Они нифига не спрашивают. То есть человек просто нажимает на нужную кнопку, делает однократный щелчок. И чат-бот-сервис, в нашем случае сервис Smart Sender, он выдергивает ваши контактные данные. Он просто-напросто, то, что вы написали в профиле, контакты, вайберы, телеграмм, вот те поля, которые вы заполнили, поле, имя. Он их просто берет и заполняет к себе в базу. Поэтому, коллеги, если хотите получать разумные сообщения, вот мы сегодня будем писать эти разумные сообщения, чтобы вас называли по правильному имени, посмотрите, пожалуйста, что вы написали в профиле у себя в этих социальных сетях. Если там у вас в поле имя написано какая-то абра-кадабра, то вот эту абру-кадабру вам роботы будут высылать. Это, кстати, типичная была проблема, когда были только почтовые базы. Вот эти формы, которые собирали контактные данные, всегда были споры, стоит ли заполнять поле имя или нет. Потому что если человек взял некорректно ввел свое имя, то письмо ему и придет. ГГШ, здравствуйте, мы для вас и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, чат-боты в плане сбора контактов работают на порядок удобнее, проще, быстрее. То есть нажал на кнопку, все, и ты попал в базу. Причем сегодня вы посмотрите, какие интересные диалоги можно прописывать с помощью вот этого замечательного сервиса. То есть если у вас есть развитая, скажем так, фантазия, если вы уже с людьми общались, вы специалист в своей области, эти диалоги вы можете делать очень интересными, и человек будет общаться с вашим чат-ботом, и вы об этом человеке много узнаете, и он, может быть, от вас сразу какую-то полезность получит, и ему станет интересно. Потому что сейчас ключевой момент – это человеку должно быть интересно с вами коммуницировать. Понимаете? Если человеку неинтересно, то люди чаще всего отваливаются. Вот. Поэтому, коллеги, если вы начнете сейчас заниматься сбором своих клиентских баз с подтвержденными контактами, если начнете выстраивать по этим базам общение с вашими клиентами, будет, конечно, очень круто. То есть о вас, о том, что вы делаете, понимаете, вот те действия, которые вы делаете, об этом будут узнавать люди легко и просто. Потому что вы по этой базе можете делать рассылку, потому что вот, например, пункт в личном кабинете Smart Center, он так и называется, рассылка. Запустили рассылку, люди узнают, все узнают, понимаете, все бы. Вот если бы у вас вся ваша клиентская база была бы собрана вот в этом сервисе, с вероятностью 100% бы все ваши люди узнали о том, что у нас такая замечательная скидка, да? Так как у нас базы неподтвержденные, у нас нет возможности по ним легко и просто делать рассылки, поэтому о том, что у нас происходит, далеко не все узнают. Вот. Чем мы сегодня с вами займемся? Мы начнем сегодня доделывать воронку для сбора людей на вебинары. Значит, мы с вами вчера, опять же, поговорили, что, конечно, приглашать просто людям кидать ссылку на сайт, где идут вебинары, это легко и просто. Очень легко и просто. Да, конечно, я на нашем сайте сделал много захватывающих вещей в плане собирать людей в базы через пуши уведомления и выскакивать вот такое вот приглашение подписаться на наши новости, да? Все это, конечно, интересно, но мы собираем нашу общую базу. А мы сейчас говорим о вас, конкретно о вас. То есть каждый из вас должен заняться сбором лично своей базы, чтобы именно продвигать себя, свои услуги и так далее. Вот. И мы с вами договорились, что для того, чтобы все-таки раскрутить наше онлайн-мероприятие, да, нужно приглашать людей на эти мероприятия каждый день. Да, будете тратить чуть-чуть времени, там, 30-40 минут, вы прям поставьте себе такую задачу, но приглашайте людей на наше мероприятие. И мы решили пойти по правильной схеме. Какая правильная схема приглашения на мероприятие? Кто ее озвучит, кто вспомнит, к какому выводу мы вчера пришли? Кто был? Ну, каждый день отправлять рассылки по предстоящему мероприятию. Но это не рассылки, это приглашение. Это не рассылки, а приглашение на регистрацию на это мероприятие. Да, 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 да. Вот у нас есть направление, да, здоровье, красота, благополучие. То есть мы проводим мероприятие на эту тему, да. Вот мы уже сделали вот такую вот страничку, с которой люди могут подписываться на это мероприятие, то есть будут попадать в нашу базу, да. Как эту страничку сделать, я вам сегодня покажу, мы ее сделаем. Вот. И пропишем воронку, то есть те сообщения, которые будет получать человек, как только он выберет какой-то способ, как он хочет получать от нас сообщение. То есть нажмет на кнопочку с соответствующим мессенджером, и этому человеку полетят уже сообщения. Вот. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, если вы будете регулярно людей приглашать на мероприятие, на предстоящее мероприятие, вообще вот на все это направление, вы через какое-то время однозначно научитесь переводить людей вот на этот сайт. У вас, конечно, должен быть свой сайт, чтобы вы работали именно в первую очередь на себя. Вот. Вы будете собирать свою базу. Вы научитесь это делать. Вы будете видеть в личном кабинете, вот когда будете входить в информационную панель, какое количество людей, например, когда, в каком количестве подписалось на вас. То есть всегда можно оценивать эффективность своей работы. То есть активно вы поработали, увидели больше количества подписчиков, плохо поработали, меньше количества подписчиков, да? И мы с вами собираем вот эти вот базы. Каждый будет собирать для себя. Ну, конечно, кто захочет этим заниматься, понимаете? И в момент проведения мероприятия мы просто по этой собранной базе делаем рассылку. Все. И достаточно много людей от нас получат в нужное время приглашение на мероприятие. Я вам покажу, как делать рассылки, когда люди будут получать несколько напоминаний. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы, если человек пропустил одно сообщение, получит второе и с большей вероятностью придет. Но это стандартная методика приглашения на мероприятие. Думаю, все вы через это проходили. Мы сегодня с вами создадим вот такой вот лендоз. Мы с вами создадим сегодня подарки за подписку, потому что, когда мы приглашаем незнакомых людей, которые просто интересуются темой здоровья и красоты благополучия, им, конечно, нужно дать подарок. Это нормально, это правильно. То есть ради чего ему подписываться на ваши новости? Да, вот мы ему даем какой-то хороший подарок. Это первый шаг в выстраивании доверительного отношения между нами и теми людьми, которые подписались на нашу рассылку. Идея понятна? Да. Теперь давайте все это выстраивать. Я вам покажу прямо на конкретном примере. Игорь, 30 секунд. Ведь можно же эту рассылку делать не только на эфиры. Можно же эту рассылку делать и по акциям? Ну, естественно. То есть, смотрите, вот, Татьяна, я вас благодарю, что вы это отметили. Смотрите, если вы будете людям высылать только приглашения на какие-то онлайн-мероприятия, что произойдет? Скучно. Ну, скучно, блин, ну, задолбали. Конечно, нужно людям высылать какую-то полезную информацию по тематике здоровья. Конечно, нужно им какие-то подарочки высылать. Конечно, им нужно какую-то информацию какую-то полезную высылать, понимаете? То есть, если вы будете слать все время одно и то же, ну, извините, народ не будет с радостью видеть, когда придет какое-то от вас оповещение. Поэтому, коллеги, людям должно быть интересно получать от вас рассылку. И интересно, и практически полезно. И вот тут уже нужно реально включать голову. Что высылать, как высылать, устраивать интерактивные опросы. Это все можно делать в этих чат-ботах. То есть, можно, чтобы люди вам ответили на какие-то вопросы, и потом, например, наиболее активно получил какой-то приз. Ну, вот я вам сегодня даже на конкретном примере покажу, как это можно сделать. То есть, тут очень такая творческая, интересная работа. То есть, вы выстраиваете доверительное отношение своей клиентской базы. Теперь начинаем создавать нашу вебинарную воронку. Значит, я это буду делать в аккаунте Любовь Колгановой. Вот. У нее уже есть одна вебинарная воронка, которая подписывает на ее новости о ромопсихологии. Видите? Это на ее личную... Не видим. У нас заставка с нашими лицами. А вот так, видите? Да. Вот. Это личный кабинет Любовь Колгановой. Смотрите, как в него попадаем. Кто зарегистрировался, вы попадаете вот на главную страничку. Здесь инструменты, которые вам предлагает сервис. Сейчас доступен пока только один инструмент. Вот. Smart Center. Вот. Здесь вы сразу видите, какое количество людей у вас в подписной базе. Но вот Любовь еще не рекламирует себя. То есть, у нее два подписчика всего лишь. Значит, прежде чем выстраивать воронки, то есть рассылки, что будут получать люди, необходимо подключить то, что называется каналы. То есть, через какие каналы будут отправляться эти сообщения. Я сегодня это показывать не буду, потому что здесь каналы уже подключены. Подключены ВКонтакте, Телеграм, Вайбер и Фейсбук. Вот когда буду Татьяне настраивать, я видео запишу, как подключаются каналы. И кто не разберется или кому покажется мало той информации по подключениям каналов, которые есть в помощи, в документации, в разделе, который так и называется, Smart Center. Вот видите, Smart Center выбираете вот здесь. И, например, раздел Каналы. И вот тут прям подробная инструкция, как подключается. Телеграм, Вайбер, дыдыщ, дыдыщ, да? То есть, будете подключать Телеграм, щелкаем на Телеграм, и вот подробная инструкция, что нужно сделать. Поэтому те, кто захочет, даже вот используя эту инструкцию, вы все спокойно сделаете. Тут все очень просто, плюс еще хорошая помощь. Значит, будем считать, что каналы подключены. Ну, а так оно уже и есть. Мы сейчас будем выстраивать именно диалоги. То есть, что будут получать люди, когда они согласились подписаться на наши новости. То есть, вот этот вот лендоз, который я вам показывал, мы его сделаем после того, когда уже пропишем диалоги. Диалоги прописываются в том, что называется воронка. Почему это называется воронка, я вам сейчас объясню. Потому что, смотрите, какое-то количество людей, достаточно большое, заходит на страничку, которую я вам показывал с предложением подписаться. Как вы думаете, все будут подписываться или не все? Да нет, нет. Ну, далеко не все. Они почитают, что-то им не понравится, они закроют и уйдут. Те, кто даже нажал на кнопку подписаться, у кого-то там интернет, там что-то не так или там еще чего-то не то, да? И может даже человек не подписаться. Либо, например, он почитал первые два сообщения и понял, что все это фигня и решил отписаться от подписки. В любой момент человек может отказаться от рассылки, на которую он подписался, и он из вас из этой клиентской базы уйдет. И в информационной панели вы будете видеть статистику не только по количеству подписавшихся людей, а по количеству людей, которые отписались от вашей рассылки, если она им не понравилась. Вот. Поэтому, когда люди начинают двигаться, их количество уменьшается, да? И вообще-то ваша задача приглашать вот на этот сайт людей в большом количестве, да? И чтобы после того, как пошло это общение, оставались те люди, которым нравится с вами общаться, понимаете? Это вот адекватные люди. Поэтому этих людей в конце, на каком-то этапе, будет становиться меньше. Это нормально. Поэтому вот это все и называется умным словом воронка, потому что она сужается. Значит, смотрите, на бесплатном тарифе можно сделать два диалога. Один диалог у нас уже есть. Я сейчас создаю второй диалог, который будут вести люди, подписывающиеся вообще на наши мероприятия, не на конкретные вебинары, а вообще на наши мероприятия. Здоровье и красота будут получены. То есть я нажимаю на синюю кнопочку создать, придумываю название этой воронки, подписка на вебинары, ZKBV, прям по-русски вот так вот напишу. Да нет, давайте уж по-английски, чтобы все было. Вот. Для чего? Потому что если будете пользоваться платным тарифом, количество вот этих воронок, количество этих диалогов, их может быть очень много, и чтобы не запутаться. Подписка на вебинары. Нажимаю продолжить. Все. Я попадаю на страничку, которая называется конструктор диалогов. Вот первое стартовое сообщение, оно у вас уже готово. Все. Его нельзя не удалять. Оно уже есть. Что вы можете делать? Вы, во-первых, можете выстраивать диалог для всех каналов. Я вам так и рекомендую делать. Вот видите, все каналы, по которым могут отправляться, они у меня включены. Включен Телеграм, Фейсбук, Вайбер и так далее. Если вы хотите эту воронку, чтобы она отправляла сообщения по каким-то конкретным каналам, может быть, можете взять и отключить, не нужное вам. Но нам нужно собрать всех, поэтому пока можете ничего и не отключать. Все каналы включены. Отлично. Я это уберу. Закладочку, чтобы она мне не мешалась. Итак, стартовый шаг есть. Как сделать следующий шаг? Вот следите за руками. Навожу мышку вот на эту серенькую кнопочку, делаю однократный щелчок по этой кнопочке и за мной начинается тянуться вот такая вот резиночка. То есть я сейчас ничего не нажимаю, просто двигаю мышкой. Все. Щелкаю опять один раз в любом месте. появляется менюшка «Что я хочу сделать?» Вот посмотрите, какие возможности представляет этот сервис по созданию диалога. Мы сегодня с вами будем пользоваться простыми вещами. Будем отправлять сообщения разного типа и будем выполнять одно действие. Тоже покажу для чего это. Для того, чтобы сегментировать нашу базу. И я еще задействую вот умную задержку, чтобы между сообщениями были какие-то паузы. Но посмотрите, какое количество еще действий можно делать. О каждом из этих действий, что она делает, для чего она, вы можете почитать в помощи, даже можете посмотреть видео, которых уже очень много на официальном канале этого сервиса. Значит, я выбираю «Отправить сообщение». Появляется диалоговое окно, в котором вы можете создавать это сообщение. В качестве сообщения человек может получать текст, видео, аудио и так далее. Вот посмотрите. Каждая из этих кнопочек это тип отправляемого сообщения. Начнем с самого простого. С текста. Щелкаю на текст. Мне предлагают ввести текст. С чего мы можем начать? Мы можем начать с приветственного сообщения. Как вы думаете, людям нравится, когда к ним обращаются по имени? Конечно. Вот. Поэтому посмотрите, как можно обратиться по имени. То есть то имя, которое у человека написано в профиле. Вот щелкаю в поле «Введите содержимое» и появляется вот такое вот серенькое, маленькое управляющее окошечко. В этом управляющем окошечке вы можете вставлять мордочки, ссылки, но главное, можете вставлять переменные. Вот это предпоследняя кнопочка. Я нажимаю на эту предпоследнюю кнопочку, и он мне говорит, какую переменную я хочу вставить. Я сейчас не буду рассказывать, что такое переменные. Я вам просто покажу, что есть специальная переменная, которая называется «First Name». И в эту переменную сервис автоматически, без вашего участия какого-то, загружает имя, которое находится у человека в профиле. Вот он в ВКонтакте написал, Игорь Черноусов. Вот в эту переменную загрузится Игорь. Я ее выбрал, нажал «Продолжить». И первое, что у меня появляется в тексте приветственного сообщения, вот это переменная. Оно будет заменено моим именем. Ну, для меня, например, здесь будет написано «Игорь, да?» А дальше я продолжаю. Ставлю запятую и пишу. Прямо печатаю. Без ошибок. Благодарю вас за подписку на наши новости. И можете там даже что-то написать, на какие новости. Но я тут, конечно, с ошибками написал, но здесь вот видите, как в Ворде, можно все это исправлять под подписку. Все. Первое сообщение готово. То есть можно больше здесь ничего пока и не писать. Вот посмотрите, что у меня уже начинает выстраиваться. Человек, нажав на кнопочку, выбрав канал, ему сразу прилетает первое сообщение. Благодарю вас за подписку на наши новости. Но мы можем продолжать, да? Например, я хочу, чтобы те люди, которые попадают в эту воронку, они сразу у меня получали маркировку, что это люди, которые подписываются не просто на мои новости, а они подписываются на вот наше на нашу эту нишу, на наши вебинары общие. То есть вы видели, что у Татьяны, у Любовь есть подписка на их личные новости, когда люди знают, на кого они подписываются, на конкретного человека, да? И этим людям можно уже делать рассылку от своего имени, а эти люди подписываются вообще вот просто на направление, да? Я и хочу как-то маркировать свои базы. Посмотрите, как это можно сделать. Я опять щелкаю вот на эту серую точечку, опять у меня появилась вот такая тянучка, щелкаю и выбираю выполнить действие. Какое действие я хочу сделать? Вот опять же у меня окошечко, где я начинаю редактировать это действие. Вот в этом окошечке вы видите результат, а вот здесь вы работаете, вот слева. Какое я хочу действие? Я хочу, чтобы мне, человеку, который попал в эту воронку и уже получил у меня вот это первое сообщение, присваивалась какая-то метка. То есть, как вы этого человека пронумеруете? Главное, чтобы вам было понятно. Вот посмотрите, я выбираю добавить тег, нажимаю продолжить. Он мне предлагает выбрать какой-то тег. Но так как это новый чистый аккаунт, еще никаких меток нет. Поэтому я нажимаю на кнопочку создать и, например, придумываю ему какую-то маркировку, клеймо, понимаете, как хотите. То есть, все люди, которые попадут в эту воронку, получат первое сообщение, они все будут пронумерованы вот той меткой, которую я сейчас напишу. Я прямо так и напишу ЗКБВ. ЗКБВ. То есть, это люди, которые попали в нашу общую воронку. Не в мою личную, а вот в мою. А вот в общую воронку им будет присваиваться тег ЗКБВ. Все. Выбираю этот тег, нажимаю продолжить. Вот все, что я хочу. Человек у меня получил первое приветственное сообщение и сразу промаркировался тегом ЗКБВ. кстати, двигая колесико мышки, можно уменьшать этот масштаб, чтобы смотреть, что у вас получается. Прижимая левую клавишу и не отпуская ее, можно двигать вот вашу цепочку так, как вам удобнее, чтобы их располагать. и опять же, двигая колесико, можно изменять масштаб. Все. Хочу дальше продолжать. Щелкаю на серую кнопочку, опять у меня появился лассо, щелкаю, отправить сообщение и, например, какое-то еще сообщение там печатать. То есть продолжать можно достаточно много. Не забудьте в конце нажать на кнопочку опубликовать, чтобы вот эта ваша цепочка сохранилась. Все. Я вам сейчас покажу цепочку, которую я сделал для Татьяны. Но я ее не до конца доделал, просто болею. Но я вам покажу более длинную цепочку, но мы еще с Татьяной не согласовали. Вот я сейчас нахожусь в кабинете уже Татьяны Панаревны, захожу в воронки, вот цепочка подписка на вебинары. Вот блин, а я ее не сохранил. Ну я молодец, звезда. Ой, что ж такое-то, а? Надо, наверное, отдохнуть. Блин, я ее не сохранил. Ну ладно, сейчас тогда при вас попробую. Блин, так хорошо сделал. И вот, короче, забыл нажать на кнопку опубликовать, понимаете, просто закрыл, а к сожалению, сервис не контролирует, сохранили вы или не сохранили. Ну вот это, ну, специфика, да, поэтому лучше несколько раз нажимайте на эту синюю кнопку опубликовать, хуже не будет. Значит, посмотри, а, нет, все, слава тебе, Господи. Вот эта вороночка, просто он ее так сохранил в менюшке. Вот, посмотрите, воронка, она, в принципе, начинается точно так же, как я делал. Первый раз, смотрите, присвоился тег, чтобы понимать, что человек попал в новую воронку, поблагодарили за подписку. Значит, на этом лендосе, а именно вот с этого, с этой странички люди будут попадать вот в этот диалог, поэтому, посмотрите, какая интересная ситуация. Я вначале начинаю писать диалог, но уже понимаю, что я размещу людям вот на страничке, с которой они в этот диалог будут попадать. Видите? То есть на страничке у нас мы предлагаем выбрать рецепт, целых три рецепта, мы предлагаем выбрать. И вот, посмотрите, я начинаю расписывать диалог. То есть поблагодарил, потом появляется вот такое сообщение, в котором я им говорю, пожалуйста, скачайте обещанный рецепт для укрепления вашего здоровья. Ну, вот с Татьяной текст еще согласуем. Вот нажмите на кнопку с нужным рецептом. И вот три кнопки. Кашель, иммунитет, стресс. Я пока прописал первую кнопку. То есть человек нажимает на кнопку кашель и смотрите, что происходит дальше. Диалог начинает двигаться уже по ветке кашель. То есть человека интересует, у человека однозначно проблемы с кашлем. Ну, он же нажал на кнопку, ему нужен рецепт от кашля. Что я ему пишу? Опять обращаюсь к нему по имени и написал, что наш рецепт от кашля поможет вам чувствовать себя хорошо круглый год. Но я думаю, вы напишите лучше. Расскажете о вашем кашле поподробнее. Для чего это сделано? Мы все любят делиться какими-то своими проблемами. И нам нужно человека втянуть в диалог. Вот. И два варианта ответа. Да или нет. Например, человек такой активный. Вот эти люди нам и нужны. Понимаете? Нам не нужны люди, которые не понимают, что от них хотят, не знают, на какие кнопки нажимать. Понимаете? Эти люди отсеются, они дальше не пойдут. Нам нужны люди активные, интересующиеся, понимающие, что делают. И будем считать, что да, человек нажимает на кнопку «да». Что происходит дальше? Появляется новое сообщение, которым человеку предлагают прям напечатать, прям буквами напечатать, какие у него проблемы с кашлем. Напишите, какой у вас кашель и как долго он у вас. Вот здесь именно такое сообщение. И как долго он у вас не дописал. Вот. И как долго он у вас. То есть человек видит приглашение это написать и начинает печатать ответ. А будет, ждет ответа пользователя. То есть человек его напечатает, нажает, нажмет на кнопочку «отправить». Что будет происходить дальше? Чтобы сымитировать, а многие, к сожалению, считают, что они общаются с человеком и нужно как бы стараться именно поддерживать эту иллюзию. Я сделал такую задержечку. Она же у нас есть в пункте из действий. Задержка. Сделал небольшую задержку, нескольких секунд, чтобы, ну, типа как будто человек там читает, обрабатывать, чтобы сообщение не сразу вылетало. Вот такая задержечка. Вы типа прочитали ответ своего собеседника и потом вылетает следующее сообщение. Благодарю, что поделились. Специально для вас супер-бонус. У нас на Лендосе, видите, самому активному супер-бонус. Ну, то есть человек поделился своей проблемой, можно его назвать уже активным. То есть все по-честному. Поймите, у людей не должно быть разрыва стереотипов, шаблонов. Что вы обещали, то вы должны выполнять. Обещали супер-бонус? Давайте супер-бонус. Какой супер-бонус? Смотрите, опять же на выбор. То есть человек может скачать три рецепта, а может выбрать консультацию. Опять же, человеку предлагается нажать на какую-то кнопку. Если он нажимает на кнопку три рецепта, все. Он скачивает эти три рецепта, то есть открывается ссылка на скачивание и потом вот такое финальное сообщение, что наши рецепты там бла-бла-бла и так далее. Все. На этом, например, диалог с человеком можно закончить. Если он нажал на кнопку консультация, появляется другое сообщение, которое рассказывает, что ему нужно сделать для того, чтобы он записался на консультацию. Видите? Нажмите на кнопку записаться, откроется сайт нашего специалиста, то есть переход будет происходить на сайт Татьяны Понариной, а на всех этих сайтах я девчонкам сделал вот такую вот вещь записаться на личную консультацию. То есть вот сюда его перекинут, он почитает, что это за специалист, узнает, что человек вообще реально долго занимается этим, да, посмотрит на какие-то другие предложения, не исключено, что он еще куда-то там пойдет, может он захочет пройти вот даже диагностику стресса, это квиз, это я сделал Любови, а вот записаться на консультацию. Если он запишется, владелец сайта получит анкету с контактом, с именем и с проблемой. Все, это тот человек, с которым вы можете начинать уже работать, работать, естественно, голосом. вот я прописал страничку, веточку кашель, по аналогии, либо еще с какими-то там извывертами, да, можно прописать веточку иммунитет, стресс и так далее. Ну и не забыть в конце нажать и публиковать, если внесли какие-то изменения. Вот таким вот образом вы создаете цепочку диалога человека сразу же после того, когда он подписался на вашу новость. То есть бот начинает работать сразу же, неважно, чем вы в этот момент занимаетесь. Вот эти сообщения, которые вы прописали, составили, они начинают отправляться человеку. Конечно, из-за того, что мы пытаемся сделать универсальный бот, чтобы он и в Телеграме, и в Вайбере, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке работал, да, мы многим жертвуем, потому что в некоторых мессенджерах можно делать такое, что нельзя делать в других. То есть, например, мне очень нравится ВКонтакте не просто задержка, а имитация, как будто человек пишет. То есть это можно сделать. И вот вместо вот такой умной задержки, просто паузы, можно было бы сделать, как будто там ручкой водится. Но это только для ВКонтакте. В Фейсбук таких вещей не поддерживает. Либо отключайте канал Фейсбука, вот, либо не используйте вот такой и подобный инструмент. В принципе, понятно, как создается вот эта вот вороночка простая. Все крупно. вопросы есть какие-нибудь? Готов ответить? Да нет, надо полагать. То есть зарегистрировались сервисы, подключили каналы, то есть через которые будут отправляться сообщения, да, уже в голове держите, что вы людям будете предлагать или не будете предлагать за подписку на ваши новости. Все, в голове это сформировалось, да, и начинаем прописывать эти диалоги. то есть прописывать воронку. воронка прописана, да, теперь нужно как-то людей в эту воронку, они же не ветром туда задуваются, понимаете, как люди попадают в эту воронку. Вот посмотрите, опять же в личном кабинете у вас есть раздел, который называется инструменты роста. Мы с вами уже поговорили о информационной панели, где статистика. мы с вами поговорили о воронках, где создаются эти диалоги. Я вам показал раздел помощь, где вся информация по сервису, да, я вам показал, что каналы, через которые вы отправляете сообщения, подключаются в разделе канал, и с этого нужно начинать. Вот. Но когда воронка готова, нужно как-то людей в эту воронку помещать. и для этого у нас используются инструменты роста, то есть нажимаем инструменты роста, вот посмотрите, шесть способов, как люди могут попадать в вашу воронку. Сразу хочу сказать, не всеми пользовался, даже не все знаю, как работают, да, вот. Но мне очень нравится вот этот раздел, но и не только. Мне он самый популярный, который называется виджет. Вот нажимаю на виджеты и нажимаю на кнопочку создать, но здесь я уже не смогу создать, потому что на бесплатном тарифе можно опять же создать только два виджета, если я не ошибаюсь. Поэтому я возвращаюсь в кабинет любови виджеты. Вот здесь один виджет создан. Нажимаю создать. Какой виджет? Вот посмотрите, самый популярный это вот этот мини-лендинг. Он называется целевая страница. Мини-виджет и QR-виджет они тоже интересные, но мы с вами будем создавать вот такой красивый, который я вам показывал. И он кстати выбирается по умолчанию. Придумывайте ему название. Но так как мы будем собирать на наши вебинары здоровья, красота, благополучия, я так назову вебинары ЗКБВ. Вот нажимаю продолжить. Вот он создан вебинары ЗКБВ. Теперь нужно его настраивать. Кстати здесь вот статистика видите. какое количество людей щелкало, переходило, подписалось и так далее. Вот перехожу сюда и попадает, начинается настройка вот этого виджета. Здесь несколько вкладок. Мы начинаем с первой вкладки, которая называется основная. Что здесь можно сделать? Здесь можно использовать различные цвета. по умолчанию стоит черный для текстов, для заголовков, для описания. То есть вот этот вот цвет можно менять. Я его менять не буду. Оставлю черный текст. Он абсолютно меня устраивает. Теперь смотрите, что еще можно выбрать. закрывайся. Ну-ка, обновлю. Закрылся. Вообще-то, если вы обратили внимание, у нас на этой страничке запрашивается телефон. Если вы хотите, чтобы происходил запрос телефона, можно нажать на плюс поле и выбрать, что вы хотите еще запросить. Вот посмотрите, можно запросить электронную почту и номер телефона. Значит, коллеги, сразу хочу сказать, если вы не готовы людям звонить, вот, например, я точно знаю, что приходят анкеты и народ вместо того, чтобы, ну, на век роста приходят анкеты, вместо того, чтобы людям сразу звонить голосом, разговаривать, да, начинает что-то писать, там, ну, уходить, вот, вот, желание с человеком пообщаться. Вот, если для вас поговорить с человеком голосом это тяжело, и вы будете пытаться ему писать, тогда, пожалуйста, не надо добавлять вообще этот номер телефона. Пообщаться с человеком вы всегда можете в плане переписки, вот у вас есть даже целый раздел живые чаты. то есть если человек подписался на ваши новости и что-то у вас там попросил, либо вам комфортнее людям писать, прям заходим в живые чаты, и можете людям прям сами вместо ботов что-то писать. Когда база небольшая, это бывает прям достаточно интересно, прям как личное сообщение с людьми, которые выразили, проявили к вам интерес. Если вам комфортно общаться голосом, можно добавить поле телефона, номер телефона и, например, выбрать его обязательным либо необязательным. Что значит необязательное поле? Необязательное поле это оно может быть не заполнено. Если оно обязательное, то если это поле не заполнит человек, то будет ошибка и сервис будет требовать обязательно заполнить поле телефона. Но я его выберу необязательно, нажму продолжить. Вот посмотрите, на страничку сразу же добавилось поле телефон. И здесь этот человек будет вводить поле телефон. Дальше что можно сделать? Можно сделать фон страницы. Вот Татьяне я это не делал. Видите, здесь белое все фон. А вот на подписке новостей Любовь Карганова я сделал фон. Видите, вот такая как будто материал. И что-то мне не очень нравится. Может быть надо даже просто оставить такой же белый фон, как у Татьяны. Поэтому здесь как бы по вашему желанию. В качестве фона можно выбрать любую картинку. Нажимаете на кнопочку загрузить, выбираете какую-то картинку, которая хранится у вас на компьютере, и она будет сделана в качестве фона. Можно выбрать какую-то маленькую, большую картинку, как хотите. Это все надо подбирать и смотреть. Что обязательно нужно загружать, это вот эту картинку, которая является заголовком. Вот здесь нужно прям красиво все сделать, и чтобы человек, попавший на ваш лендинг подписной, чтобы он сразу понимал, посмотрев на этот заголовок, куда его приглашают. В чем мы это делали? Кто скажет? Вы здесь-то еще? Что-то там все занимаются. Мы это делали в конве. Просто взяли и в конве зафигачили вот такую шапочку. Она у меня уже есть, я ее рисовать не буду, чтобы сейчас не тратить на это время. Она у меня сохранена, смотрите, как ее подгружать. Опять же щелкаю вот сюда на картинку, ищу готовую шапку, куда я ее сохранил. Куда сохранил, куда не помню. Ладно, возьму любую картинку. Вот наш этот рецепт. Да, вот загрузилась эта картинка, я могу его откадрировать, то есть выбрать какую-то часть картинки. вот, и если выбрал, нажимаю на зеленую кнопочку окей. Вот посмотрите, у меня стала шапка моего лендинга. Что делаем дальше? Дальше мы должны вот тут писать. Вот тут нужно написать текст, причем очень понятный текст, что вы хотите от человека, что вы ему предлагаете, почему он должен подписаться. Вот посмотрите, что мы сделали. Это был труд совместных усилий, написано онлайн мероприятие здоровья, красота, благополучия в шапке. Подпишись на рассылки и получи полезный подарок. Это прямо написано в шапке. А дальше мы расписали, что человек получит, какие подарки и что ему нужно сделать. Выберите мессенджер, куда отправить подарок. Понимаете? То есть вот что-то подобное вы должны написать на своей страничке. Я сейчас просто возьму, скопирую, чтобы не терять время. Вот сюда вставляю первый текст. Вот и вот сюда сейчас ставлю второй. Не очень скопировалось. Вот так вот. В названии буква пропущена. Онлайн мероприятие. но это я писал конечно. А их все промолчали. Ну молодцы вы. Все были очень внимательно следили за происходящим. Вот вставил. Нажимаю сохранить. Обязательно. Так сохранил. Переходим к следующей страничке. Каналы. Вот здесь вы должны подключить те каналы, через которые эти подарки будут отправляться. Они у нас уже подключены. Смотрите нажимаю загрузить каналы. Он мне показывает сервис какие каналы у меня подключены. Я могу подключить все просто вот так нажимаю на кнопочку. Могу ограничиться например двумя. Это на ваше желание. Но так как нам нужно захватить по максимуму людей, чтобы не было пострадавших и обиженных, я включаю все каналы. Значит на следующей вкладке страницы вот здесь конечно лучше написать название страницы, чтобы вы открываете эту ссылочку было написано не вот так как у меня сейчас видите что-то такое а вот то название которое вы здесь напишите ну например там аромапсихология аромапсихология вот здесь можно сделать описание странички но это уже пошли такие все вещи но хотя бы придумывайте название для своей странички здесь описание о чем она а вот здесь вот ключевые слова я сейчас не буду на этом останавливаться это связано с оптимизацией сайта тех кто занимался ютуб каналами кто делал какие-то сайты эти слова будут понятны тем кому это непонятно просто возьмите вот это удалите чтобы они у вас были пустыми и придумывайте просто название своей странички здесь бы конечно лучше написать вебинары здоровье красота благополучие или например вебинары вебинары zkbv это было бы правильно вот так теперь перехожу на следующую кнопку на следующую страничку какое действие будет осуществляться когда человек нажимает на любую кнопочку на вашей страничке значит из действий вы должны выбрать подписаться подписаться на воронку вот видите вот на ту цепочку сообщений которая отправляет бот они говорили что это уже как бы не важно но все равно это осталось сервис у них меняется но это остается вот я выбрал подписаться на воронку открывается дополнительное окошечко здесь вам необходимо выбрать ту воронку на которую в которую будут попадать люди то есть какие диалоги они будут получать вот у нас две воронки новости о ромопсихологии это личная подписка любовь каргановой а вот вторая воронка которую мы сделали подписка на вебинары вот я сейчас связал нашу страничку вот с этой воронкой то есть именно те сообщения которые мы с вами прописали будут получать люди когда они будут нажимать вот на эти кнопки но вот логика в этом очень четко ясно и почему они хотят это убрать я не совсем понимаю вот и смотрите последняя кнопка настроить здесь здесь вы получаете техническую информацию вот эти все коды они нужны для тех если вы хотите вот это счастье свое красивое вставить на какой-то веб-сайт вот почему например на нашем вебинарном сайте выскакивает предложение подписаться на нашу новость ну потому что у нас вот эти коды я вставил но вам нужно хотя бы скопировать вот этот вот адрес это и есть адрес вашей воронки вот я сейчас ее сохранил а нет он все равно требуется хоть какие-то ключи ввести рома психология хотя бы так все описания блин не дает вот ты блин молодец какой раньше не требовал это так сохранил вот все здорово все продолжить теперь копирую вот этот адрес это и есть адрес моего вот этого одностраничного сайта если я сейчас его вставлю в адрес на строке он у меня откроется вот видите вот он у меня открылся кривая конечно страничка получилась но что поделаешь но всегда это можно все поправить войти вот в инструменты роста выбрать виджеты вот они ваши ваши два виджета и вы можете любой из них исправлять значит как создается виджет понятно понятно как создается эта страничка это один из самых хороших и с моей точки зрения очень эффективных инструментов теперь что нам нужно нам нужны хорошие подарки за подписку как вы думаете почему подарок должен быть хорошим потому что когда мне присылают вот за подписку подарки я не даже не понимаю что это за подарок вот это называется разрыв шаблона первое впечатление должно быть классно что первое впечатление должно быть классно да 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 понимаете если вы вот даже на первом этапе уже как бы схалтурили то есть обещали человеку хороший рецепт какой-то да а прислали ему какую-то фигню и непонятно для чего то есть на этой страничке там написано я научу вас там привлекать по 30 человек в день в МЛМ скачайте мою книгу вы скачиваете эту книгу или какую-то инструкцию и вообще не понимаете что это такое да на страничке с которой вы подписывались вам обещали одно а получаете какую-то совершенно другую фигню вы же понимаете что рассылку от таких людей вы читать уже не будете понятно то есть вы сразу скажем так на корню все порубили поэтому подарок должен быть классным вот Татьяна скинула в моей просьбе те рецепты которые она хочет хочет отправлять так Татьяна я покажу ваши рецепты вы не против? конечно там два одинаковых рецепта просто выбрать над какой лучше картинка какая лучше вот посмотрите вот такой вот рецепт давайте я послушаю теперь ваше мнение как вы считаете это при сильном кашле ну народ это вопрос вы получили такой рецепт и побежали красиво а где взять эти масла да ну вот это первый вопрос второй вопрос у кого-то еще какие-то вопросы есть? ну я думаю это важно что за масла что за масла понимаете? ну вот знаете здесь рецепт я думаю там надо как-то внизу еще E.M объяснить что это эфирные масла потому что не всем они понятны вот понимаете это аббревиатуры все вот эти понятные людям которые с этим работают да и что такое базовое масло это люди могут вот вот уже как бы прям очень очень хорошее вы уточнение даете понимаете очень много из того что мы делаем и выкладываем в интернете понятно только нам давайте вот так вот честно говорить да поэтому вам нужно делать все чтобы любой неподготовленный человек прочитав вашу информацию понял что это такое и для чего это и как этим пользоваться я вот приводил пример объявления которое у нас висело на складе по акциям да большинство людей вообще не понимали что произошло то есть какие-то баллы какие-то франки было столько-то по прайсу столько-то понимаете но очень сложно что-то понять то есть конечно сотрудники склада все это прекрасно понимают потому что они оперируют баллами и вы большинство там оперируете баллами франками но большинство это народа который приходит за продукцию она платит рублями если написать там лимон стоил там 1400 рублей сейчас 900 рублей тут уже как бы понятно всем логично поэтому коллеги нужно исходить из того что то что вы делаете должно поняться всем понятно всем и еще тут один очень важный момент я сейчас хочу на него вам заострить ваше внимание вот чего на этой на этой картинке не хватает ну вот кроме из того что вы перечислили давайте еще какие предложения чего тут не хватает реально может быть ссылки какой-то ссылку на картинке писать бессмысленно потому что понимаете ссылка должна быть кликабельна когда я читаю там посты в инстаграм где люди размещают ссылку в тексте поста но я не понимаю на что они думают она не кликабельна если вы размещаете ссылку то человек просто нажал на нее и перешел по этой ссылке на картинке никогда вы не сделаете ссылку кликабельной почему например я иногда пишу zkbv.ru потому что это четырехбуквенное название сайта его просто можно запомнить если ссылка больше чем из четырех букв то набирать ее вряд ли кто когда-то будет мне кажется что здесь не хватает уточнения что это именно эфирные масла швейцарские потому что люди могут что попало напихать и получить результат ну это дополнение но чего еще очень важного тут не хватает да вот это это уже ближе телефон или как можно связаться смотрите коллеги вы как бы все очень хорошие специалисты или кнопка подробно если у вас есть вопросы позвоните смотрите кнопку подробно ссылка здесь писать бесполезно потому что когда человек видит ссылку он пытается на нее нажать когда он видит кнопку подробнее он тоже пытается на нее нажать это картинка то есть если бы это был сайт то тогда да кнопку подробнее и так далее просто написать Татьяна Панарина и номер телефона вот вот смотрите чего тут не хватает тут не хватает вообще полное отсутствие саморекламы в разумных пределах понимаете вот ваша какая основная у всех ошибка я сейчас даже все-таки потрачу время и вам это покажу я хотел это сделать на планерке ну ладно покажу здесь посмотрите какая ваша основная проблема вы почему-то все да это не ваша это типичная проблема людей которые приходят в интернет что они пытаются делать они пытаются рекламировать либо компанию либо продукт поэтому если открыть например ваши странички а вот например если открыть ваши странички то практически всегда можно увидеть буквально следующее я вам сейчас показываю страничку вот этой замечательной женщины Лены которая для вас должна вообще-то являться авторитет она работает у нас в Ивасане она построила структуру из 700 человек или даже больше сейчас у нее именно только из интернета вот посмотрите с чего начиналась ее скажем так движуха в интернете с далеко не очень качественных фотографий согласитесь да видите но это не обработанная фотография вот как есть дальше смотрите с того что вы сейчас активно делаете она считала что надо рекламировать продукцию видите баночки ваши знакомые название компании то есть она шла по пути по которому идут большинство людей то есть реклама продукции и реклама компании посмотрите вот опять баночки вот опять уже что-то связанное с заработком а вот теперь посмотрите чем это заканчивается но для людей которые не выходят из интернета и продолжают в нем работать посмотрите вот это вот очень хороший пример ладно вот эту вот на эту картинку не смотрите а вот например вот здесь можно сказать где работает человек чем занимается вот по этим фотографиям можно нет нельзя потому что все что делает этот профиль особенно вот эти фотки она себя позиционирует как успешно счастливый человек который живет прекрасной веселой интересной здоровой жизнью блин завидуйте мне то есть кого она рекламирует здесь рекламой чего она здесь занимается она рекламирует себя свой образ жизни и так далее вот это надо заниматься и вот этим надо только этим надо заниматься потому что понимаете если вы сможете показать людям что вы эксперт только тогда через свою экспертность вы можете что-то продавать если вы начинаете рекламировать баночки компанию понимаете это вообще дорога в никуда потому что только на призывы что-то делать эксперта то есть человека которому доверяют люди будут что-то делать опять же пример понятный для вас представьте нехорош кого выступила и сказала покупаем все вот этот вот продукт вы пойдете покупать вы услышите вы прислушаетесь призыву этого человека конечно потому что она эксперт да если такое же с таким же призывом выступит человек которого никто не знает да никто не пойдет ничего покупать хоть вы там сто этих призывов сделайте хоть вы сто баночек там опубликуйте то есть если вам не верят если вы не смогли пропиарить себя как эксперта никогда вы ничего не продадите и никогда вы никогда людей не привлечете поэтому единственное чем нужно заниматься это пиаром себя поэтому если мы смотрим вот на такую вот штуку понимаете здесь должна быть реклама вас понимаете то есть вообще-то нужно было делать не просто одну вот эту страничку как минимум две странички почему я в объявлении написал создаем pdf книгу потому что pdf книга это все очень просто это минимум две странички причем первая страничка начинается с чего она блин начинается вот посмотрите вот pdf книга то есть вот знаете с чего человек начал он не начал рассказывать о своих упражнениях понимаете он начал пиарить себя да он сказал что я получу в этой книге но он дальше продолжает активно пиарить себя себя доктора шишон а потом уже давать какую-то информацию почему вы это не делаете я это понять не могу сделать pdf книгу это вообще извините за выражение как вот вот два пальца то есть кто владеет powerpoint пожалуйста прям открывайте powerpoint создавайте можно это сделать в камве там есть презентации создавайте в камве кто не владеет ни тем ни тем но у кого есть word вот любимый вами вот запускайте word вставляйте свою замечательную фотографию печатайте там что-то о себе вот там расскажите какой вы молодец вы же вот например татьяна вы же писали что-то для сайта у вас же там есть какая-то информация вот возьмите блин все это дело о культурке сделайте продающую публикацию почему вашему рецепту нужно верить понимаете вот если вы это написали в начале блин дайте мне какую-то фотографию вот например вот сюда такую фотку сделали потом например взяли вашу фотографию с рецептом вторым вторым то есть вот представьте вот это информация о вас то здесь фотография татьяны панарина здесь ее биография почему она 20 лет занимается блин ароматерапии она там 100 человек повылечила там больных хромых на ноги подняла да вот если у тебя есть вопросы позвони мне вот мой телефон да и дальше там она писала делюсь блин замечательным рецептом от кашля который благодаря которому там все мои внуки вообще не болеют и не кашля хочешь так пожалуйста используй и дальше она вот сюда вот вставляет свой рецепт куда я его сохранял нет что-то а вот рецепт вот смотрите что я сделал да вообще практически при вас на ваших глазах я вам сделал то что называется pdf книга но лучше бы это конечно развести хотя бы на две странички здесь татьяна о себе контакты потом почему этому рецепту нужно верить и потом пошел сам рецепт все прям ворде это все нафигачил сделал каким-нибудь фоном ворде чтобы был не белый потом говорю файл сохранить как и вместо документа word выбираю что выбираю pdf видите что я получаю я получаю просто напросто уже не просто текстовый документ который все подряд будут править а вот получаю вот такую вот картиночку которую можно только смотреть и кстати вот здесь в pdf можно вставить крикабельные ссылки например татьяна может ставить ссылку на свой одностраничный сайт а подробнее обо мне вот тут и вот pdf и можно это делать понимаете и вот когда вы подготовили вот такие вот подарки вы уже убиваете минимум двух зайцев вы пиарите себя объясняете людям почему вам можно верить этим рецептом люди счастливы вы довольны это сложно подождите давайте это самопроцесс то что вы сейчас создавали это разве разве вы не для сайта воронки создавали я создавал подарок то есть вот подарок подарок уже на сайте воронка размещен и этот же подарок будет отправлять со ссылкой опять же на эту воронку где будет одностраничник Татьяны правильно у ней есть страница как бы вот смешалось в доме обломских ладно сейчас я покажу есть как бы реклама полностью от Татьяны это получается как две страницы один маленький где оставляют данные и один вообще сейчас не о том говорить не о том да вообще даже даже не рядышком и даже не теплышком понимаете возникает вопрос вы кто-то подписывались на наши новости вивастарс вот которые где рецепт клеопатру кто-то из вас подписывался я подписывалась но мне почему-то не приходит мне все пришло но оно вообще-то и не приходит понимаете их нужно скачать то есть вам давайте сейчас на примере да и вот сейчас на примере Татьяне покажу да вот возвращаемся к тому от чего мы вроде бы ушли туда же можно ссылки инстаграм и все что хочешь их и субсети не только одностраничники вот смотрите то что я начал делать для Татьяны на эту воронку да редактировать вот например человек хочет нажимает на кнопочку получает сообщение пожалуйста скачивайте рецепт да и три рецепта кнопочки что происходит когда человек нажимает на кнопочку происходит очень просто человека кидают вот по этой ссылке и перед ним открывается Яндекс диск который хранит этот рецепт понимаете он никуда не высылается то есть вам вас отправляют по ссылке конкретно на Яндекс диск где хранится этот рецепт вот у нас у всех хранится очень простой рецепт вот в том виде например как мне сейчас предложила сделать Татьяна просто картиночка вот я сейчас зашел на наш Яндекс диск вот видите подарки вот они рецепты вот видите вот такого плана рецепта если бы я взял то что мне скинула Татьяна вот она хочет вот именно такие подарки давать где этот рецепт выше вот он да вот я взял рецепт там без всяких изменений Татьяны загрузил его на Яндекс диск нажал на кнопку поделиться скопировал кнопочку вот эта вот ссылочка на этот именно конкретный рецепт вот смотрите если я по этой ссылке перейду то у меня откроется вот такая вот страничка то есть вот почему у меня не открывается я не знаю что вы понимаете под этим словом потому что Яндекс диск Яндекс сервис он работает всегда то есть все что происходит при нажатии на кнопку когда вы нажимаете скачать рецепт вас просто-напросто переводят вот вот такого рода ссылки на Яндекс диск на облако где загружен вот этот рецепт то есть вот я сейчас беру и вставляю конкретную ссылку на этот рецепт вот если человек нажмет на кнопку кашель у него откроется вот такая вот страничка вот в таком вот виде он получит рецепт если он просто его почитает он просто закроет и все можно нажать на кнопочку скачать и он скачается вам на компьютер это элементарные действия по работе с документами которые хранятся на облаке вот что вы получаете когда нажимаете на кнопку скачать рецепт вот вот это мы с вами сказали что вот этот рецепт он мало информативен и главное он не пиарит саму самого автора мы с вами то есть я при вас сделал то что можно уже смело назвать pdf книгой куда я его загрузил вот она вот она эта pdf книга вот конечно ее нужно оккультурить и когда человек хочет получить рецепт от кашля перед ним будет открываться вот такая вот картиночка видите вот такая вот картиночка видите pdf он его может посмотреть вот здесь вот здесь может много быть страничек он может также его скачать вот что я предлагаю вам делать я поняла здесь можно описать что эфирные масла именно компании вивасан то есть швейцарские все такое прочее ну здесь можно писать все что хотите только не перебарщивая понимаете то есть люди уже устали от рекламы то есть люди ждут какую-то полезность если вы им объясните почему здесь должны быть эфирные масла именно вивасан он тогда задумывается вы можете написать эфирные масла вивасан там проходит там 100 степеней очистки поэтому их можно употреблять вовнутрь это разрешено подтверждено тем-то тем-то понимаете поэтому пожалуйста не хотите навредить своему здоровью не пользуйтесь непроверенными эфирными маслами и тут вас никто ни в чем не ограничивает главное пропиарьте себя главное объясните почему ваш рецепт полезен и как им пользоваться поэтому просто какую-то маленькую картиночку отправлять это не совсем верно это как бы ну обещали ну вот мы вам и выставим что вы еще хотели за бесплатно ну здесь как раз и ссылки мы указываем все и здесь в этом документе вы можете конечно размещать все что хотите можно сделать несколько таких книг да как бы для разных случаев конечно для разных подарочков конечно если там три подарка вот на три подарка сделаете да конечно это абсолютно верно то есть у вас эти книги они вам пригодятся это подарки какие-то за что-то да можете написать вообще какую-то более серьезную книгу вот вы хотели там написать книгу рецепта ну соберитесь напишите это уже будет реально более ценный подарок вот там кто-то у нас в чатах пишет вы обещали рецепта а где эта книга вот я там читал комментарии списывался то есть понимаете если вы что-то людям обещали им нужно давать по максимуму вот прям по максимуму он вас попросил чуть-чуть а вы ему прям дали настолько хорошо и он сразу же понял блин ну не обманули вот прям молодцы ну прям спасибо я уже вам верю и на сайте вот где там у меня тоже по уходу за кожей вокруг глаз точно так же получается не информативно так где у вас на сайте давайте сейчас откроем ваш сайт и вы мне покажите где у вас на сайте может я что-то не заметил вот подарок за подписку на новости а естественно нет но у вас же то же самое вот ваша вторая воронка вот нет это не ваша не ваш личный кабинет вот ваша вторая воронка вот ваши новости личные да вот 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 тут тоже людям предлагаете вот получить рецепт вот он видите вот получить рецепт что за этой кнопкой стоит за этой кнопкой у нас стоит следующий переход вот на по этой ссылке на яндекс диск сейчас посмотрим что у нас тут стоит что вы не информативно ну да тоже отправляете какую-то одну картиночку да вот ну вот этот рецепт видите опять же возьмите его оккультурьте сделайте из него книгу загрузите его на яндекс диск получится новая ссылка да вот здесь три же капли они понятны только нам 4к и вот тогда уже эту ссылочку мы удалим а сюда разместим ссылку на более информативный более такой грамотный рецепт который и понятен всем и главное рекламирует вас и еще дополнительный потому что вы поймите если вы сделали хороший рецепт что может произойти и обязательно произойдет вот что дальше может пойти надо еще указать что аллергопробу необходимо провести я сейчас не об этом что вы там будете писать я вам даже советую не хочу вы специалисты вы там друг с другом общайтесь я пытаюсь вас подвести к идее вы понимаете что если один человек скачал этот рецепт и он ему понравился что может произойти дальше он им начнет делиться он начнет его впустить у себя на стене как вы это делаете некоторые и если в этом рецепте есть ваши контакты что мы получаем мы получаем дополнительную бесплатную рекламу он отдал этот рецепт каким-то своим знакомым человек посмотрел блин классно и тут телефон есть а дай-ка я ей позвоню узнаю что она там рассказывает понимаете другой вопрос допустим сделали вот это вот про себя вот это написали да все вот этот вот и что на каждый рецепт одно и то же бросать о себе вот эту рекламу ну конечно вы в одном рецепте у вас одна жизненная история в другом рецепте я понимаю но если он захочет все три рецепта одно и то же будет о себе ну и что ну а что тут такого критичного человек поймет что вы не рвете не ну и вы-то не можете расстроиться вы можете что-то ну немного добавить можно фотографию свою поменять вот этого делать вообще нельзя не надо фотография у вас должна быть единая везде чтобы люди привлекали понимали что вот так вот выглядит Татьяна Панарина и где я ее увидел а так все опа это Татьяна Панарина вот она мне хороший рецепт если вы везде будете разные фотки вы людей просто запутаете не надо мы говорим о том что о себе вы напишите хорошую продающую скажем так биографию и размещайте ее везде где можно понимаете можете конечно адаптировать что-то удалить что-то может быть добавить какие-то слова если вы так боитесь за какую-то уникальность но вы поймите даже если человек скачал три рецепта но он первый раз почитает вашу биографию во втором рецепте он просто ее пропустит и начнет читать сам рецепт может быть скачав три этих рецепта он в каком-то одном из трех прочитает вашу биографию до конца то есть не надо вот придумывать каких-то проблем которых нет причем большинство людей будут скачивать один рецепт большинство людей многие люди скачают и даже смотреть его не будут понимаете но вы должны себя пиарить я вот об этом говорю и не о чем-то бояться что вы одно и то же каждый вебинар рассказываете вы походите к людям которые проводят вебинары регулярно да они пилят одно и то же каждый день вот эта вот замечательная женщина Лена она вот этот вебинар который она провела она его уверен там уже сто раз проводила но на другие аудитории два года она проводит уже ну да вот два года да еще она когда занималась этим инфобизнесом там принципиально ничего не меняется понимаете все эти продающие истории они все одинаковые то есть если вы к кому-то ходите на вебинары регулярно вы уже продающую историю из-за него можете рассказывать все начинают с одного и тоже потому что план продающего вебинара он везде одинаковый поэтому не надо об этом даже думать не думайте понятно как создавать хорошие pdf книжки и главное что в них должно быть у вас для этого есть все инструменты вы в конве можете сделать все очень красиво тот же самый ворд потом это впихнуть и из ворда сохранить в pdf если из конвы вам не получается я вот не понимаю как сохранить в ворде pdf как это хорошо еще раз покажу видите мой экран вот обычный текстовый документ который я могу печатать но это текстовый документ когда я нажимаю на кнопочку сохранить мне по умолчанию ворд предлагает это сохранить как документ вот видите внизу тип файла документ ворд но я открываю этот списочек и говорю сохрани мне пожалуйста не в формате документа а в формате pdf и он сразу это делает в формате pdf вы получаете не текст а получаете картинку pdf документ нельзя там буквки какие-то удалять править так просто это картинка вот просто выбрал другой тип файлов формат pdf и нажал сразу же ссылка кликабельной становится ссылка кликабельная она будет и в ворде понимаете но почему не отправляют текстовые документы потому что их можно исправить а формат pdf ты его не исправишь если вы в формате pdf вставляете ссылку вот если на нее навести мышкой ну сами попробуйте прям появится подсказка открыть ссылку и вы можете переходить по ссылке на например ваш личный сайт и так далее но опять же с этим не надо переусердствовать смотрите основная задача какая рассказать о себе и свой основной контакт то есть если вы сейчас понапихаете а я вот тут еще в социальных сетях а я вот тут в инстаграме а вот у меня еще ютуб канал и вот это вот это вот это это нафиг не нужно понимаете вот у вас сейчас Татьяна единственная ссылка которую нужно размещать это какая одностраничный сайт ваш одностраничный сайт почему потому что на нем есть все другие социальные сети если вы так уж хотите их пиарить вот ссылки на все ваши социальные сети вот возможность с вами связаться ватсап записаться на консультацию все понимаете вот это единственная ссылка которая вам нужна рекламируете прямые эфиры Moż подключиться к прямому эфиру вы можете с моего сайта нажмите на кнопку прямые эфиры подписывайтесь на мои новости сделать это можно с моего сайта ссылка нажмите на кнопку новости хотите обучаться бесплатно пожалуйста приглашаю ваш тренинг центр сделать это можно с моего сайта ссылка нажмите на кнопку Теллинг-центр. Это то, что называется мультиссылка. Это то, что делает вам топлинг. Здесь, конечно, можно накрутить все, что угодно, потому что здесь нет никаких ограничений, как у топлинга. Здесь все, что хотите, вы можете разместить. В том числе и вот эти вот ссылки на нужные вам ресурсы. То есть здесь сейчас вот за каждой этой кнопкой спрятана ваша реферальная ссылка, ведущая на продвигаемый ресурс. Ну и, естественно, если вы хотите и социальные сети свои пиарить, вот они, ваши социальные сети. Можно их разместить выше, ниже, куда скажете, можно здесь сразу разместить. По подарку, в принципе, понятно? Да. Теперь, коллеги, для того, чтобы вот эта вот схема заработана, которая у нас сейчас состоит из чего? Из диалогов, которые мы с вами прописали. Вот мы с вами прописали диалоги. То есть что человек будет получать сразу же, да? Мы прописали, мы создали лендинг, через который человек попадает в эти диалоги, да? Человек начинает общаться с нашим ботом, думая, что это он общается с человеком, да? Получать наши подарки, там, записываться к нам на консультации. То есть все, уже поехало, да? Но чего не хватает? Чего? Чтобы это все поехало? Вот, например, почему у Татьяны сейчас 15 человек подписчиков, а у, например, у Любовь два человека подписчиков? Ну, размещать же надо где-то, откуда они будут появляться? Вот. Это всем понятно или еще нужно это объяснить? Понятно. Ну, объясните мне, что нужно еще сделать? Рекламировать свою ссылку среди своих клиентов, в структуре, а также для новых в каждом посту. То есть заниматься тем, чем я просил вас заниматься с прямыми эфирами, да? Вот у вас есть ссылка ваша личная, например, на сайт прямых эфиров, да? Я вам что говорил, народ, учитесь людей приглашать по этой ссылке, чтобы люди переходили на тот сайт, который вы рекламируете. Как люди будут попадать вот на этот лейдинг, с которого они подписываются на вашу новость? Никак. Никак. Если вы не будете его рекламировать. Если вы туда людей не будете приглашать. Как вы это будете делать? Бесплатные способы. У нас очень подробно рассказано на платформе. В личных сообщениях, в группах размещайте, в мессенджерах работайте. Пожалуйста, используйте бесплатные способы. Если считаете, что бесплатные способы у вас занимают очень много времени, да? Используйте средства автоматизации, пользуйтесь программами. Но для этого нужен соответствующий технический опыт. Если этого тоже нет, значит, есть еще альтернатива. Платная реклама. Вы можете запустить платную рекламу вот на этот лейдинг, с которого происходит подписка на ваши новости. Люди будут в большом количестве, если вы правильно настроили рекламную кампанию, переходить вот на этот лендоз. Если он им понравился, если им понравились вот эти вот подарки, если им стало понятно, что им нужно делать, они будут подписываться, и у вас будет расти как на дрожжах эта подписная база. Вот только так люди сейчас и работают. Они запускают платную рекламу, к ним люди подписываются, потом этих людей приглашают на какое-то мероприятие, например, те же самые вебинары. И с этого мероприятия что-то продают. Если вы настолько круто выстроили вот эту вот цепочку диалоговую, ну прям, ну вы молодец, вы все настолько выстроили, что человек прошел по этой вот цепочке, пообщался с вашим ботом, и бац, в конце уже что-то у вас купил или подписался. Ну, блин, вы тогда вообще молодец. Вам можно вообще больше ничем не заниматься, понимаете? Только сидеть, вот выдумывать эти диалоги и массово приглашать людей подписываться вот на эту страничку. Можно даже прямые эфиры не проводить, можно даже не заниматься развитием профиля нигде. Только запускать платку вот на эту страничку, люди пусть подписываются, общаются с вашими ботами и что-то делают в зависимости от того, какая цель вашего разговора. Идея понятна? Игорь, вот хочу спросить. Ну, изначально, да, приглашать на подписки, это вручную, да, получается, рассылать людям? Ну, да, все способы, как приглашать, мы рассказали. Конечно, лучше в личных сообщениях начинать с людьми. То есть методику, как приглашение, рассказал. Ну, использовать так, как вот у вас на обучающем сайте. Да, но это то, что рекомендует президент. Он же как говорит? Ребят, пообщайтесь с людьми, выясните, какие у него проблемы, задайте ему активирующий вопрос. А если я тебе отправлю ссылку, пойдешь? Пойду. Вот тебе ссылка. Все. Вот, понимаете, это наиболее грамотный диалог с человеком. Мы ссылку отправляем тем, кто сказал, да, высылай, я посмотрю, почитаю, хочу. Ну и как делаем? Привет, даже без привета. Слушай, у нас сегодня вебинар, вот тебе ссылка, переходи. Что за вебинары? Есть ли у меня время туда идти? Вообще, что ты мне пишешь? Что ты такой, блин? Мы это даже не спрашиваем. Отправили, перешли. Слава Богу, что мы это делаем по людям, которые вас знают. Ну, там народ как-то закрывает глаза. Ладно, блин. Она для меня сделала много чего хорошего. Может, еще пригодится. Не буду ее в спам отправлять. Не буду ее блокировать. А если вы будете так же делать с чужими людьми, вас сразу забанят. С народом надо общаться, если мы говорим о личных сообщениях. Если мы говорим о чужих группах, ищите целевые группы, размещайте в них хорошие рекламные посты. Вот сегодня, конечно, была идея сделать этот рекламный пост, но я уже не готов. Вот и вы, наверное, не готовы. Чтобы вся эта цепочка заработала. То есть рекламный пост в группе, либо на стене. Это вот вам многим нравится. С народом не надо общаться. Просто разместил, кто-то прочитал, кто-то перешел. Кто перешел, дебил какой-то конченый, либо адекватный человек. Вы это контролировать не можете. Вы можете контролировать только тех людей, с которыми вы общаетесь в личке. Если вы разместили информацию о предстоящем мероприятии в открытом доступе, в группах каких-то, у себя в профиле, по этой ссылке может перейти кто угодно. И поэтому может быть все, что угодно. Ничего страшного, конечно, но понимаете, что фильтровать этих людей вы не можете. Их может фильтровать, например, ваш чат-бот. Он им задает какие-то вопросы, и человеку эти вопросы не нравятся, и он вываливается нафиг из вашего чат-бота, вываливается, слава тебе, Господи, у нас остались только адекватные люди, которые ответили на вопросы, рассказали о своих болезнях, о своем опыте. Вот этих людей мы приглашаем к себе на консультацию, понимаете, чтобы не трепать нервы. Вы все понимаете, почему консультация вообще стояла самым последним шагом? Или надо объяснить? Нет, это как бы называется разогрев аудитории. Человек сам дошел. Да, то есть человек сам добрался до этого последнего шага. Если он не добрался, он вам нафиг не нужен на консультации, понимаете. Он туда и не придет, или придет вам мозг будет выносить каким-то вопросом ненужным. А если человек вот все прошел до конца, то это более-менее адекватный человек. Вот его можно приглашать на консультацию, с ним уже можно как-то более понятно, более спокойно разговаривать. Вопросы? В принципе, понятно. Ну, пока что нет, да. Значит, давайте-то так поступим. Значит, завтра у нас прямой эфир. Тогда встретимся еще раз. Будет финальная встреча в пятницу. На этой встрече, я думаю, мы к этому времени с Татьяной сделаем хорошие PDF-книги. Правильно, Татьяна, сделаем? Да, да, да. Вот, сделаем PDF-книги. И в пятницу с этой встречи мы пропишем рекламный пост, разместим его прям на ваши глаза в какой-нибудь группе, да, который будет вести уже на готовый лендос. Он у нас уже готов для Татьяны, да. Вот, доделаем с Татьяной вот эту вот цепочку разговоров. Может, сделаем ее более длинной, да. И все. И в конце я вам еще покажу, что я вам покажу. То, что я немножко обозначил. Это живые чаты и как делается рассылка. Вот. На этом разговор о чат-ботах у нас будет в первом приближении закончен. Я думаю, что далеко не всем все понятно. Это нормально. И даже не волнуйтесь. Вот. Но хотя бы понимание, что они делают, для чего нужны, они хотя бы как-то вырисовываются. Еще раз говорю, кто захочет, может делать самостоятельно, либо по моим видеоурокам. Кто решит, что это все-таки много времени и нервов, тогда буду делать я. При одном условии, если, конечно, вы будете этим пользоваться. Потому что я почему начал с Татьяны? Потому что я точно знаю, что она не то, что будет, она этим пользуется. Поэтому вот для таких людей что-то делать, даже за деньги, это приятно. Понимаете? Это не работа в унитаз. Потому что что-то делаешь, человек потом этим не пользуется, ну и нафиг ты это делал. Можно просто полежать там, посмотреть телевизор. Так, еще вопросы есть? Знаете, мне что было интересно? Вот там подписалась женщина через контакт, но я ее сообщение сначала увидела в контакте. И я ей там сама отвечала, мы с ней переписывались. Потом зашла на свой одностраничный сайт, увидела ее подписку там. И чат-буд, вернее, моих ответов там не было, а именно ее прописано там все было. Ну, бывает подключено. Потому что вот помните, как мы долго подключали контакт? Потому что сейчас изменения произошли, раньше подключалось проще. А вот сейчас через это дополнительное приложение, может, оно там немножко подключено. Но сам факт, человек попал в базу, да? Да, она пришла в офис, купила масло. Ну, вот видите, не зря, значит, сидим ковыряемся. А если бы запустили платную рекламу, можно было бы выйти на более широкую аудиторию. То есть вот когда воронка будет полностью отработана, надо однозначно как-то увеличивать количество людей, которые ее видят. Понимаете, это обязательно нужно делать. Когда сам уже понимаешь, что это такое платное... Сейчас вот платная реклама, а что это пускать, если ты не понимаешь в этом? Вот надо отработать. Тут уже как бы понятно, только надо все до конца доделать, и тогда уже. Надо понимать, что запускать. Значит, смотрите, платная реклама, я вам даже показывал самый простой сервис, с которого проще всего начать. Вот реально, проще не бывает. Это когда вы платите людям за размещение в их группах. То есть это сервис, я вам его показывал, да? Вы платите администратору, и он ваш пост у себя в группе сам размещает. Вот тут вообще никакого мега ума не надо и так далее. Ничего даже настраивать не надо. Нужно просто выбрать площадки, которые соответствуют нашей нише, и которые приемлемы вам по цене, и все. То есть если будет желание на каком-нибудь потом-потом уроке, я покажу, как это работает, и может быть кто-то так попробует. Но поверьте мне, в том же самом Фейсбуке просто офигеть, сколько групп с открытыми стенами. Пробуйте там размещаться, понимаете? Вконтакте можно найти. Я вам даже дал вариант с помощью программки QuickSender собрать группы с открытыми стенами. Как это еще программа называется? Я тоже о ней расскажу. Это программа QuickSender. Хорошая программа, я давно ей пользуюсь, знаю автора разработчика. Вот прям в Яндексе напишите. Прямо по-русски напишите. QuickSender. Вот так, видите? Вот он. Яндекс его знает. QuickSender Ultra, он работает с множеством аккаунтов. Вам нужен просто QuickSender, который работает с одним аккаунтом. Вот QuickSender. Вот официальный сайт. Вот, видите? Его даже скачать можете бесплатно и работать с одним аккаунтом, что вам прям нормально будет. Понимаете? И вот она может собирать группы с открытыми стенами и так далее. Ну и самое главное, она может потом в эти группы и размещать. То есть все, что вы делаете руками, она может делать автоматическом режиме. Вот. Еще вопросы есть? Очень много. Очень много. Картинку создать на завтра. Что? Картинку на завтра создать, если можно. А что завтра забыть за вебинар? А, завтра вебинар Юли. А ты текст написал? Ты мне хотя бы текст скинь. Ничего не написал. Ну, картинку создай, блин. Нет, мне вообще это нравится. Текста нет, но картинку создай. Нам с тобой надо пообщаться же на эту тему. Запись отключите, пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует...